МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыб у Гомельской области знаходится под контролем. Неводного сморотного захода, який был бы выкликан отповедными инфекциями, в регионе не зарегистровано. Алексей Сенцеров потекавился приимаемыми профилактичными мерами. В минулую субботу и неделю Гомельская центральная детячая поликлиника працавала в незвычайном режиме. В связи с сезонным повышением захворывания в субботу организовали прием у врачами-педагогами с 8 ранец до 18 вечера. В неделю медики находились на працанных местах с 8 до 14, плюс выезды по телефонных выкликах. В субботу, например, поступило около 70 зворотов. После выходных, ведьмы, уже значной колькости пациентов у поликлиницы не было, хоть невеликие черги означалися. Причем, как те, кто выздоравливая, и те, кто захворел, не сутыкались, для опочных открыли особный выход, так званный медицинский фильтр. Для разделения потока пациентов, заболевших впервые, или же чувствующих недомогание, еще не знающих, что заболели, они у нас приходят в специально оборудованное помещение, называется оно фильтр, и входят с другого входа, чем все другие дети. На фильтре работает врач, он смотрит ребенка, делает все необходимые назначения, осмотры. Даст здоровье детей у вогуля повышенная увага. Кожный день уся информация о колькости захворелых поступая у Центры гигиены и эпидемиологии, плюс профилактичные мероприемства. Наставникам рекомендовано отправлять до дома детей, які пришли на вот с минимальными предметами захворывания. Это так званный ранечный фильтр. У обовязковых потребованиях постоянное проветривание по мешканью. А прячатого шмат, где провели батьковские сходы, на яких ящераз расслумачили, як застерочить детей от хворобы. Для того, как повышать иммунитет, медики раюч знаходятся на свежем поветре не меньше, чем по 2 годины у день и уживать комплекс витаминов. Нам каждый день из лечебной сети доставляются биологический материал. В основном это носоглоточные смывы. И в лаборатории вирусологической нашего центра проводятся исследования. На сегодняшний день мы выявляем весь спектр микроорганизмов. Начиная от аденовирусов, респираторно-систенциальных вирусов, парагриппа, в том числе грипп А, грипп Б. У лаборатории диагностики вирусных и особенного небеспечных инфекций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья у охот побочным особам категорично заборонены. Але для журналистов телерадио компании Гомель зарабили выключение. Миновито тут проводятся все доследования на острые респираторные инфекции и грипп. Инших аккредитованных лабораторий для гетых мед в регионе нема. Как провести полный анализ на грипп, достатково одного рабочего дня. Спочатку обогули выявляются вирусы А, Ц, Б. Коли А, то удокладняется его тип. Сезонный, ци так званые свины. Докладную лечбу захворелых на грипп в областном центре гигиены и эпидемиологии не называют. И она изменяется что день. Але ситуация, кажуть, некой особенной тревоги не выкликая. Тем более, что свыше 40% населения в области зарабили ответные прищепки. На Украине, для поравнания, только 0,3%. До речи, той же так званый свиный грипп замысловался у организма человека еще в 2009-м, после сусветной пандемии. И зараз появляется на протягу всякого года головное, подчасть свои часовые лечения, бо иначе со здоровьем, с оправдой могут возникнуть значные проблемы. Осложнения у каждого человека могут быть индивидуальными. Это может быть тяжелый бронхит затяжной, может присоединиться астматический компонент, если кто-то больной бронхиальной астмой. Это может быть пневмония, которую мы тоже все очень боимся. Это может быть поражение сердечно-сосудистого, сердца, почек, поджелудочной железы. И, соответственно, может обострение сахарного диабета быть и так далее. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля пройшел республиканский молодежный форум «Зимний университет клуба ЮНЕСКО». За маль 20-ти годовую историю, яху проведение, наш областный центр примал у дельников сустречи у третий раз. Форум клуба ЮНЕСКО – добрая макчимость для обмеркования и воссобления новых молодежных инициатив. Дмитрий Котов с подробностями. У областного палаца творчества «Детей и молодежи» собрались инициативные и активные работы из всех регионов Украины, а так само с суседней Бранской области. Усяго у селеднем форуме приняли удел коля 200 человек. Членов клуба ЮНЕСКО широ витают со сцены и жадают пленой працы на протягу двух ден. Это добрая макчимость обменяться идеями и думками, закласти основу для новых социально-значных проектов. Так как вот январь месяц – это переходный месяц от года молодежи от года 70-летия ООН ЮНЕСКО к году культуры, то, естественно, программа Зимний университет таким образом и поставлена. Ребята будут не только обмениваться опытом, не только весело проводить время, но еще учиться и учить других. Практичная программа форума распроцовывалась с уликами пропанов каждой команды. Кто-то проводил тренинг по теме «Молодежная журналистика», нехто вучил дипломаты, инши знакомились с питаниями глобальной биоэтики. Господары форуму, удельники клуба ЮНЕСКО «Дружба» обрали тему межкультурной коммуникации, а минавито проблем, які узникають помежсуразмолцами уходе гутарки, способу их выращить и зробить зносины текавыми и займальными. Представили гамельшане и еще один социально-знашный проект, який реализуется у регионе. «Хомолуденс» у нас есть такой проект, это настольные игры для молодых людей с ограниченными возможностями. Наш клуб раз в месяц мы стараемся звать из ассоциации семей детей-инвалидов молодых ребят и детей маленьких и проводим с ними игры, играем с ними, также в тренингах участвуем. На думку организаторов, подобные сустречи на початку года, добрая махчимость суместно вызначить задачи на будущую. Зразумело, что великая колькость инициатив примиркована до года культуры, причем само понятие культура вызначается у широким сенсе. Это не только проекты, накерованные на выучение и захование культурных традиций. Идеи членов клуба ЮНЕСКО различены так само на повышение культуры поводинов в громадстве и культуры семейных относинов. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская городская организация БРСМ суместно с библиотекой имя Герцена представили новый проект под назвой «Культурные люди». Ягумэта – проведение сустреч молоди с заслуженными дечами мастатства нашей краины. Первым гостем библиотеки в рамках реализации проекта стал заслуженный работник культуры Республики Беларусь, режиссер постановших массовых театрализованных представлений Петр Свярдлоу. Сустреча выкликала непадробный интерес у молодых людей. У зале навод не хапила местца для усіх жадаючих. Петр Свярдлоу рассказал про свое дзяттинство шлях профессийного становления. После этого сустреча, которая носила худшенье формальный характер, перейшла у формат пресс-конференции. Режиссер отказывал на пытанье, кие тычылесе правильного выбору профессии и удоскональване майстерства. При этом я назначил, что особистые досягненни это так само заслуга усіх членов команды. Нужно находить, в первую очередь, себя, вокруг себя группу единомышленников создавать и творить. Тогда это здорово. Только так. Только так. И вот в такой армии дворцов можно делать интересные проекты. Дорече подобное сустрече планується проводить до конца 2016 года. Молодь Гомеля зможе ближе и познайомиться со многими поспяховыми простойниками творческих профессий. Будем приглашать на эти встречи не только наших гомельчан, но и в том числе артистов эстрады, театра, кино, писателей из других регионов страны, из-за рубежа, которые будут приезжать с гастролями в наш город Гомель. Поэтому я уверен, что сегодняшний полный зал это оценка того, что на самом деле это сегодня нужно и интересно для молодежи. У Гомельским палацем Румянцевых и Паскевича упрацует выстава мастака Романа Заслонова. Беларус добровядомый за межами краины неодноразово выставлял свои картины в галериях Европы. Зараз экспозицию могут увидеть их гомельчане. На открытии выставы побывал наш корреспондент Яуген Пабалавец. Выстава Романа Заслонова у Гомеля проходит у першиню. У экспозиции больше за 40 работ автора. Яго творчество Нельга однозначно отнесті до якого-нибудь одного стилю. Тут и сюрреализм и фантастика и не романтизм и театр. Сам автор называет свой стиль реалистичным фигуративным живописом. До этого часу работы Романа Заслонова можно было бачить у галереях Парижа, а так само в США, Испании, Германии и Швейцарии. Некоторые из представленных на экспозиции работ ранее николе не выставлялись. Частка из них находилась у приватных коллекциях по всему свете. У выставания «Ма» вызначенные назвы. Тут представлены лепшая работа Мастака за опошние 20 годов. Правда, основанную темпу экспозиции уявить себе можно. Это некий фантастичный су-свет, идеальный скрупких лет Жаня Творцы. Мара, в образ, до якого хотелось б имкнуться. Роман Заслоновна родился в Минску творчей семьи. Мать и письменник, батька Мостак, дед Романа, легендарный партизан, герой Советского Союза Константин Заслонов. В будущем Мостак скончил белорусский державный театрально-мостатский институт, вучился у народного Мостака Беларуси Михаила Савицкого. Позднее переехал в Францию, где им гненно завоевал признание. До слова там Заслонов проставлял себе миновиток белорусского Мостака. В 1997 году отримал первую премию одного заутаритетных салонов Европы, так званого «Восиньского салона», який больше за 100 годов проходит у Парижи. Максима Франции натхнила романа на часто выкористание в своих работах жанучшего образа. На его полотнах жанучшие персонажи лунают, рухаются, живут неким своим нереальным житем. Образ Мадонны и женщины-матери уже очень много воспет. Хотелось бы такого взгляда на женщину апоэтизированного, немножко идеализированного, конечно, и несущего вот этот посыл стремления к, наверное, какому-то идеалу. Выстава протягнет свою работу до 28 лютого. Явген Паблавец, Максим Славин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским цирку стартовала новая программа «Парад АЛЕ». Акробаты и поветренные гимнасты, аттракцион с дрессированными львами и мядведями, а так само колоритные африканские танцы. Ведовишные номеры, які увайшли у яскравое цирковое шоу, одно из перших оценила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Паша с программы «Парад АЛЕ» на арене Гомельского цирка взяют зорки циркового мастатства одразу сями краин свету. Россия, Украина, Казахстан, Италия, Армения, Кения и Никарагу. Яскравое шоу объеднало лепших сосветных артистов, лауратов престижных международных фестивалев. Акробаты и поветерные гимнасты на манеже працуют без страховки и они демонструют в публице складанные от руки и уникальное мастерство волода не телом. Сдаётся, их захопляючую дух номеры сдольные издевить на вот самых запотрабованных глядашоу. Не меньше уражливыми изъявляются выступления с дрессированными драпежниками. Публика их завсёду спрымает с великой цикавостью и самыми щирыми эмоциями. Касалапые артисты в свою чергу радуют глядашоу своими умениями ходить на задних лапах, ездить на велосипеде и на ватскейте. Номеры дрессированных медведев и их зрештые многих инших артистов сопровождаются спецэффектами и лазерным шоу, что надое им ещё большую видовичность. На протягу всего представления на манеже цирка працуют клоун, которые добавляют глядашоу веселыми конкурсами и миниатюрами. Соправды, потешным видовичам становится и номер с дрессированными насухами. Готые маленькие из выгляда миленькие звярки худко и спрытно передольвают пирожкоды и выполняют розные труки. Однако, бадай наибольш колоритным, экзотичным и эмоциональным стало выступление кенийских акробатов. Артисты демонструют африканские танцы у сполучений со складанными акробатичными элементами. До прикладу створают пирамиду с людей выше нёй у 6 метров або пропаузают под вогненными стрелами размещенными усяго у 20 сантиметрах Моя профессия это жизнь. В цирке я работаю уже 15 лет. К тому же я цирковой артист в четвёртом поколении. Надеюсь, что в будущем мои дети тоже пойдут по моим стопам. Шоу Парада Лео выбрало в себе и множество инших стековых и яскравых цирковых номеров. Вартад значит, что для кожного гастрольного города артисты подрихтовали особную программу. Отримать и салуду, а так само незабывные эмоции и уражения до уникальной, сформированы специально для города над Сожем, у гомельским цирку можно до 28 лютого. Эта программа будет работать только в городе Гомель, потому что гомельский цирк очень высоко поднята планка и вы знаете, что гомельские зрители любят видеть только первоклассные программы. Вот мы стараемся тянемся к этому уровню. Вероника Варашилина, Дмитрий Родянко, телерадоя компания Гомель. И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин